Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. И сегодня предлагаю поговорить о том, как сохранить здоровье сердце. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Ольга Евгеньевна Лях, главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра. Трудовую деятельность начала в 1989 году после окончания Минского ордена трудового красного знамени Государственного медицинского института. Первая должность врач-интерн-терапевт Гомельской областной клинической больницы. В областной клинический кардиологический диспансер пришла в 1996 году на должность врача функциональной диагностики. С 2004 года работала заведующей организационно-методическим кабинетом. В 2012 году назначена первым заместителем начальника управления здравоохранения Гомельского областного полкома, а еще через год главным врачом Гомельского областного клинического кардиологического центра. На вопросы, которые касаются деятельности областного кардиологического центра, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, вот в такую погоду, как сегодня, когда жара и духота, отмечается ли увеличение числа обращений к кардиологам? В жару всем тяжело, а пациентам с болезнью системы кровообращения особенно сложно. Но по опыту мы видим, наши граждане в основном борются за урожай на грядках, а кардиологу, к сожалению, поток пациентов не увеличился. А самочувствие ухудшается? Бесспорно. Гипертоникам сложно, пациентам с ишемической болезнью сложно. Здесь необходимо особое внимание в такие жаркие дни. Как бы Вы порекомендовали их проводить, чтобы не было потом мучительно больно? Во-первых, необходимо соблюдать трудовой режим прежде всего. Не нужно выходить на улицу в часы пик, когда солнце высоко, температура окружающей среды очень высокая. Поберегите себя, отложите свои дела, либо на вечерние часы, либо на утренние. Необходимо потреблять достаточно и в рационе, и воду необходимо пить. Ну и, конечно же, принимать медикаменты, которые были Вам рекомендованы врачом. А ударный труд на приусадебном участке, он может спровоцировать какие-то проблемы со здоровьем? Когда-то мы даже готовили информационный материал для населения, он так и назывался – инсульт на грядке. Во всем должна быть мера. Есть какие-то рекомендации, чего не стоит делать? Человек же может и не знать, что нельзя ему, например, наклоняться. И одно неосторожное движение. Здесь не только одно неосторожное движение. Здесь, опять же, мы говорим о длительном пребывании на открытом солнце и чрезмерные физические нагрузки. Ну и обязательный прием базовой терапии. Не переутомляться и не забывать про таблетки. Конечно. Скажите, пожалуйста, из всех факторов, о которых мы знаем, что больше всего вредит сердцу? Есть факторы риска развития неблагоприятных осложнений. Те факторы риска, на которые мы с вами не можем повлиять – это возраст, это мужской пол. Ну, мы здесь, к сожалению, не можем повлиять. Но есть такие факторы риска, как курение, гиподинамия, избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, управление артериальной гипертензией. Здесь мы можем повлиять и получить, во всяком случае, либо предотвратить развитие заболевания, либо остановить его прогрессирование. Ну, к сожалению, когда еще можно на эти факторы влиять, в молодом возрасте мало кто думает о том, что с ним будет через 20-30 лет. Кажется, что, ну, всегда успеешь. И бросить курить всегда успеешь, и спортом заняться всегда успеешь. Когда об этом нужно задуматься? Есть у врачей какие-то стандарты, когда нужно? Или... Знаете, Ольга, я с вами поделюсь информацией, которую получили мы в 2017 году. В 2017 году было проведено, при поддержке Всемирной организации здравоохранения, было, среди граждан Республики Беларусь провели исследование. Исследование заключалось в определении распространенности факторов риска развития болезни системы кровообращения. И вот для того, чтобы не обмануть, я вам скажу, зачитаю, какова распространенность наиболее опасных для сердечно-сосудистой системы факторов. Вот, к примеру, 27% населения в возрасте от 18 до 69 лет ежедневно курят. 52,8% употребляли алкоголь в течение последнего месяца. 72,9% употребляли меньше пяти порций фруктов и овощей, то есть это менее 500 грамм. 66% имеет избыточную массу тела. 25,4% имеют ожирение. 7,6% имеют повышенный уровень глюкозы. И вот вдумайтесь, 44,9% населения имеют повышенное артериальное давление. И это в категории от 18 до 69 лет. То есть о своем здоровье нужно думать, должны еще думать наши родители. И необходимо формировать модель здорового поведения еще в детских коллективах, в семье. Потому что потом будет уже поздно. А почему мужчины наиболее подвержены сердечным проблемам? Ну вот так повелось у них. В основном ученые пришли к выводу, что все-таки женщины защищают женские половые гормоны. И тогда, когда женщина выходит уже в период менопаузы, как правило распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы, она выравнивается. И мы выходим на уровень распространения этих заболеваний с мужчинами. Ну, мужчины к этому времени за счет вредных привычек успевают тоже уйти вперед. Да. Профессиональная деятельность является фактором риска? Есть какой-то, вот здесь какой-то фактор, что кто чаще болеет? Американцы провели также исследования среди молодого населения до 45 лет. Ну и получили также не менее интересную информацию по распространенности факторов риска. Так вот, совершенно неправильно питаются это работники торговли и особенно работники общепита. Наиболее распространены факторы риска, такие как курение, среди водителей. Да, много времени в ожидании. Да, да. Среди руководителей, особенно высокого уровня, распространенность всех этих факторов минимальна. То есть, чем выше образование, тем люди, наверное, понимают, что нужно беречь свое здоровье и ценить его. Ну, зато у руководителей высокого уровня такой уровень стресса запредельный, что тут уже можно не курить. Вообще, ситуация с заболеваемостью, она как меняется в динамике? Правда ли, что тенденция такова, что болеют все чаще и все более молодые люди? По статистике, 2017 года в Гомельской области болело с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 313 тысяч человек. На протяжении пяти лет я не могу сказать, что эта тенденция шла к росту. Будем говорить так, заболеваемость стабилизирована. А вот смертность действительно шла вниз. И мы видим из года в год смертность от болезни системы кровообращения среди населения нашей области снижается. Ну, а в отношении омоложения, вот, к примеру, в 2017 году в наш центр поступила молодая женщина, 22 года, у которой мы диагностировали инфаркт миокарда. В этом году это был мужчина, 33 года, также был с инфарктом миокарда. То есть, да, есть и очень молодые инфаркты. А в чём здесь причина? Это какая-то врождённая, органическая предпосылка для этого? Или особенности поведения человека? Это болезни. Конечно, есть и врождённая предрасположенность. Мы вот, когда говорили о факторах риска, на которые мы не можем повлиять, в этом списке есть и наследственная предрасположенность к болезням системы кровообращения и к сахарному диабету. Поэтому... Скажите, пожалуйста, какие болезни кровообращения встречаются чаще всего? Чаще всего встречается ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и церебровоскулярные болезни. А какая из этих болезней наиболее опасна? Есть ли какая-то группа, где наиболее высока смертность? То есть 80% в структуре болезни системы кровообращения, в структуре смертности – это ишемическая болезнь сердца. Но я не умоляю роль и артериальной гипертензии, которая усугубляет течение практически всех заболеваний. Потому что при развитии артериальной гипертензии страдают и сосуды почек, и сердца, и головного мозга. Практически все сосуды подвержены негативному влиянию повышенного давления. Но если мы с вами будем управлять цифрами, не будем допускать превышения цифры артериального давления выше, чем 140 на 90, этот процесс можно, во всяком случае, замедлить и этим процессом можно управлять. Скажите, пожалуйста, как не пропустить первые самые звоночки, когда нужно начать бить тревогу и начать проверяться? Начать проверяться. Хорошее слово, распространенное слово среди нашего населения. А я хочу адресовать все-таки к не менее распространенному слову – это диспансеризация. Здоровый человек по приказу Министерства здравоохранения должен пройти диспансеризацию раз в два года. Тот человек, у которого есть заболевания хронические, то раз в год. Но есть и повод прийти в поликлинику тогда, когда уже начинает что-то вас беспокоить? Например, что беспокоит, когда у человека начинает развиваться заболевание системы кровообращения? Вот болезни системы кровообращения, они очень коварны. Да, очень долго ничего не беспокоят, да? Ничего не беспокоят. Но мы будем, опять же, отсылаю вас к диспансеризации. Если человек приходит на прием, и доктор видит повышенное артериальное давление, то этого человека уже не выпустят из поля зрения. И по протоколам диагностики и лечения будет назначен весь спектр необходимых диагностических исследований. Какие анализы нужно сдавать? В зависимости от возраста, от заболевания. Доктор вам все напишет. А за какими показателями крови нужно наблюдать? Какие показатели крови? Мы очень призываем наших пациентов знать уровни холестерина. Это общий холестерин не должен превышать 5. И 3 глицериды не выше 1,7. Спасибо. А сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты пообщались с пациентами и врачами областного кардиологического центра. Дела сердечные у каждого свои. Лучше, конечно, когда сердце сжимается от любви и счастья. Но часто, увы, это происходит по причине болезни и патологии. С сердцем шутки плохи. При первых симптомах, даже если они дают о себе знать редко, нужно отложить все заботы и поторопиться к врачу. Если есть возможность, то сразу к кардиологу. Если нет, к терапевту, который даст направление к этому специалисту. Промедление для жителя Калинковича и Сергея Вересовича без преувеличения могло стоить жизни. А ведь мужчине всего 45. Год назад в жаркую погоду почувствовал боли в груди. Поначалу старался не обращать внимания. Но потом понял, что такие симптомы не могут возникнуть на пустом месте. Обратился к врачу, который направил его в Гомель. Сразу в кардиоцентр. То, что сказали после тщательного обследования врачи, потрясло. Нам нужно место сужения сосуда в сердце. То есть в данном случае вариант только один. Надо проводить вмешательство. Это либо стентирование, либо шунтирование. В данном случае доктор предложил стентирование, поскольку это малоинвазивный метод. Не требующий, скажем так, особо хирургического вмешательства. То есть не разрезается пациент. Вводится стенд. Эта операция была проведена мне в прошлом году, в июне месяце. После этого почувствовал себя гораздо лучше. Даже не ожидал сам такого улучшения в своем состоянии. То есть вернулся даже к такому более активному образу жизни. Теперь у Сергея почти привычный образ жизни. Хотя пришлось пересмотреть рацион, отказаться от вредных даже для здорового человека продуктов, уменьшить физические нагрузки, постоянно принимать лекарства. Всего в кардиоцентре делают около двух с половиной тысяч операций в год. Многие из них высокотехнологичные. Такие, которые раньше, например, делали только в столице. Чаще стали делать операции, необходимые после инфаркта миокарда, более молодым людям. В настоящее время есть такая тенденция к омоложению инфаркта миокарда. И, к сожалению, довольно много молодых пациентов проходит у нас с инфарктом миокарда. А можно сказать, примерно по возрасту молодые вы относите людей, начиная с какого возраста? Да. Ну, вообще, есть инфаркты и 30-летние, к счастью, не так много, но такие пациенты есть. 30 бывает и моложе, но это уже казуистика. Но, в общем, в последнее время, к сожалению, такие пациенты встречаются не так и редко. А через диспансерное отделение в год проходит более 50 тысяч пациентов. Большинство записываются на прием к кардиологу. Это почти 40 тысяч человек. Около 10 тысяч принимают ангиохирурги. Со своими сердечными проблемами к кардиохирургам приезжают порядка 5,5 тысяч жителей Гомерской области. Причем врачи призывают не откладывать визит к кардиологу на потом. Ведь потом может уже и не быть. Тем более не лечить себя по интернету, не слушать советов на форумах. Конечно, можно почитать литературу о своей болезни. Но это уже после определения диагноза врачом. Даже если кажется, что заболело сердце, я считаю, что медлить нельзя. Промедление здесь может быть опасным. У нас, как говорится, иногда каждая минута на счету. Даже если проблема несущественна, я бы рекомендовала обратиться к врачу. Но чаще всего обращаются в поликлинику по месту прикрепления. Возможно, к нам. Порядок обращения к нам – это либо по направлению, опять же, из поликлиники, которая может быть выдана либо терапевтом, либо кардиологом. И при желании пациента возможно обратиться минуя поликлинический этап на платной основе по желанию пациента. А для начала каждый взрослый человек должен не только знать свое артериальное давление, но и контролировать его. Как было сказано выше, инфаркты стали чаще случаться у молодых. Чтобы не допустить этого, стоит запастись тонометром и сделать измерение давления своей хорошей привычкой. Очень полезная и правильная привычка, поскольку артериальная гипертензия серьезно помолодела за последние годы. Молодые люди часто имеют эту проблему и не знают о ней, поскольку молодой возраст не предполагает измерения артериального давления и не предполагает обращения в медицинские учреждения, если никаких жалоб нет. Поэтому измерение артериального давления необходимо. Нормальным считается давление до 140 на 90. Но это условная граница. Если есть тенденция к повышению показателей или и при таком давлении человек чувствует себя неважно, лучше идти к врачу. Вы смотрите «Диалог». На ваши вопросы готова ответить главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Лях. Ольга Евгеньевна, обычно говоря о проблемах с давлением, мы имеем в виду высокое давление. Что происходит с организмом, когда эти показатели выше, чем 140 на 90? Мы с вами уже говорили о том, что артериальная гипертензия усугубляет течение всех заболеваний. В основном всех. Но и негативное влияние оказывает на сосуды, которые в нашем организме есть. И критическими точками являются почки, сердце, головной мозг, глаза. То есть практически все органы. Это при каких цифрах уже, можно говорить? Те, которые выше 140? Выше 140 на 90. А в каком случае нужно начинать лечение? При этих показателях? Совершенно верно. Совершенно верно. А низкое давление? Оно не считается опасным для здоровья? Здесь нужно разделить этих пациентов на две категории. Если привычно низкое давление, то есть это пациент, так и называется, гипотоник, то и он себя хорошо чувствует, не нужно лечить такого пациента. Ну а если всегда было нормальное давление или даже повышенное, и вдруг мы видим ухудшение самочувствия, измеряем давление, видим низкие цифры, это тревожный сигнал. Здесь либо передозировка препарата, либо случилась и какая-то катастрофа, может быть и инсульт, и инфаркт. То есть здесь это является поводом обратиться за медицинской помощью. А знаете ли вы свое артериальное давление? Часто ли его проверяете? И есть ли у вас дома тонометр? Несколько важных вопросов мы адресовали людям на улицах. Знаем, да. Контролируем тоже бывает при надобности. То есть умеете пользоваться, и тонометр дома есть, да? Да, знаю. Дома есть тонометр? Есть у родителей. То есть вы периодически пользуетесь, умеете, да, контролировать? Бывает иногда, да. Приходится. Стараемся менее часто пользоваться. Периодически, да, считаю, измеряю. Тонометр дома есть? Есть. Пользуетесь? Да. А вы измеряете его? Естественно, ну не каждый день, конечно. Но дома есть тонометр? Естественно. Знаю. А вы умеете пользоваться тонометром? Умею. Измеряете давление сами? Измеряю сама. Вы знаете, какое у вас давление? Да, знаю. А вы дома измеряете или где? Дома. Дома измеряю, потому что у меня папа страдает, как бы с давлением у него сердце, ну, побаливает. Поэтому у нас есть аппарат сердечный, поэтому мы проверяем давление. Знаете ли вы, какого у вас давления? Ну, на самом деле, не задумывалась про это никогда. То есть тонометра дома нет? Давление не измеряете? Все хорошо создано? Ну, пока у меня все хорошо. Тонометры мамы есть, естественно, да. А маме измеряете? Или мама сама? Мама сама это делает, да. Пока, честно, времени нет. Ну, пока чувствую себя прекрасно, здоровая, видите, живая. Конечно. Где-то будет 140 на 90, на 80. Высоковато? Высоковато. Ну, это для меня возраст нормальный. А вы измеряете давление? Да. Как часто? Ну, когда по привычке, то каждому второй, третий день. То есть дома у вас тонометры есть и пользоваться умеете? Знаете свое давление? Знаю. 110-115. А вы пользуетесь тонометром сами? Сами. А кто вам меряет давление? Дочка. Скажите, пожалуйста, вы знаете свое давление? Нет. Вы знаете свое давление? Да. А контролируете его? Сейчас я в аптеку. Вы знаете свое давление? Знаю. Контролируете? Не всегда. А есть дома тонометры? Есть. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о том, как сохранить здоровье сердца. Присоединяйтесь к нашей беседе. Ольга Евгеньевна, какое впечатление на вас произвели ответы? Приятное. Мне очень понравилось. Практически все опрашиваемые знали о необходимости измерять артериальное давление. У всех был тонометр дома. То есть я очень рада тому, что, наверное, медицинские работники уже достучались. Артериальная гипертензия – это серьезное заболевание. То есть тонометр дома должен быть у всех, как и градусник. Да. А как часто нужно мониторить уровень давления? Вот если еще ничего пока не беспокоит и еще ни разу не установлено такое серьезное повышение? Ну, как правило, первые этапы развития артериальной гипертензии человек чувствует. То есть если не очень хорошо себя чувствуете, начните с измерения температуры и артериального давления. Тогда будет уже понятно, да? И тогда уже будет относительно все понятно. Есть вопросы, пришедшие к нам на Вайбер. Давайте посмотрим. Я инвалид второй группы, сердечник. Мне 76 лет. Подскажите, какие продукты обязательно в моем рационе для поддержки сердца? Интересуется Петр. Что любит сердце? Сердце любит овощи, фрукты, сердце любит нежирные сорта мяса, рыбу, любит нежирные молочные продукты. А еще сердце очень любит дозированные физические нагрузки. 30-40 минут каждый день непрерывной ходьбы. Сердце наше тоже очень оценит. Следующее сообщение. Мужу 45 лет. За последние три года перенес 7 операций под общим наркозом. Как помочь восстановиться сердцу после таких нагрузок? Общий наркоз. Насколько это опасно для сердца? Я так понимаю, что этот человек, молодой человек, но не очень здоров в таком возрасте системы операций, это тревожный звоночек. Поэтому вот так через интернет, наверное, мы с вами не будем давать никаких рекомендаций. Дадим только лишь одну рекомендацию. Обратиться к участковому терапевту, либо к кардиологу. Спасибо. Сейчас давайте поговорим о самом серьезном, собственно, о том, что является причиной смертности во всем мире, об инфарктах и инсультах. Во-первых, как понять, что вот ситуация серьезная и нужно вызывать скорую помощь? Как правило, инфаркт начинается с боли. Давящая, жгучая, боль за грудиной. Может быть и с ирадиацией в левую лопатку, левую руку, нижнюю челюсть, шею. Но могут быть и боли в животе. Все это сопровождается ухудшением самочувствия, резкая слабость, липкий холодный пот. Кроме того, не стоит игнорировать и такие клинические проявления, как одышка, которая внезапно пришла и просто сдавливает грудную клетку. Необходимо обращать внимание и на перебои, которые могут возникать в работе сердца. Вот в этой ситуации медлить ни в коем случае нельзя. Здесь уже действительно идет счет на минуты. Вообще, сколько времени развивается вся эта ситуация? Это внезапно происходит или человек как-то... У каждого это происходит по-разному. Иногда это будет ухудшение самочувствия. Длится и день, и два, и неделю, и затем трансформироваться в инфаркт миокарда. А у некоторых, особенно у молодых, это может произойти очень внезапно. Как помочь человеку в этой ситуации? Близким что делать? Близким обязательно как можно быстрее вызвать скорую помощь, уложить нашего пациента, прекратить всякие физические нагрузки, открыть окно, обеспечить доступ свежего воздуха, полтаблетки аспирина простого и нитроглицерин под язык каждые 5 минут. И незамедлительный вызов скорой медицинской помощи. Ольга Евгеньевна, что же происходит с пациентами в стационаре? Расскажите, пожалуйста, о том, как часто приходится прибегать к каким-то хирургическим вмешательствам. В каких случаях можно обойтись терапевтическим лечением? Внешне только кажется, что все болезни одинаковые. У каждого человека свои проявления и своя клиника. Для одного подходит только медикаментозное лечение, другому нужно обязательно хирурген, вплоть до открытого сердца. Кому-то подходит, как мы уже слышали, мини-инвазивные вмешательства. Все очень индивидуально. Но здесь нужно помнить, нельзя медлить. Не нужно терпеть. Не нужно заниматься самолечением. Операции на сердце. Это серьезный шаг. Люди, конечно же, этого боятся. Это серьезный шаг. Но, тем не менее, золотой стандарт. Все равно открыть артерию и обеспечить доступ крови к сердечной мышце. Здесь все методы хороши. Но вот сейчас мы работаем в проекте. Все пациенты с острым инфарктом миокарда, с радиусом доставки в 90 минут, сразу едут в кардиоцентр, доставляются бригадой скорой помощи. Если пациент находится за пределами этого временного периода, то скорая помощь везет пациента в близлежащий стационар. Это, как правило, ЦРБ. Выполняется медикаментозное лечение, тромбоэлитическая терапия. И затем в течение суток этот пациент все равно попадает к нам. Уже для выполнения интервенционных вмешательств. Но ведь не все можно решить и даже малоинвазивным вмешательством. В некоторых случаях нужно грудную клетку вскрывать и работать на открытом сердце. Да, и таких операций немало. За год мы оперируем порядка 450 человек ежегодно. И это число ежегодно растет. Продолжим эту тему. Ольга Евгеньевна, есть сообщение, пришедшее на Вайбер. Анастасия, здравствуйте. Диагноз кальциноз дуги аорты. Давление нормальное, холестерин повышен. Как лечить? Что такое кальциноз? Это и есть проявление атеросклеротического процесса. То есть атеросклеротические бляшки сформировались на дуге аорты. И здесь без назначения специальных препаратов, таких как статины, атеросклеротический процесс остановить невозможно. Поэтому опять же совет, пожалуйста, обратитесь либо к участковому терапевту, либо к кардиологу для того, чтобы грамотно и в полной мере назначить необходимое лечение. А таблетки нужно принимать, да? Они каким-то образом справляются с этими отложениями? Таблетки нужны. Надо запомнить, что наши болезни, болезни системы кровообращения, один раз приходят к человеку, и от них, как правило, избавиться невозможно. То есть это говорит о необходимости постоянного медикаментозного лечения. Теперь уже навсегда? Да. Еще одно сообщение. Насколько опасна кардиомиопатия? Насколько часто она встречается в врачебной практике? Кардиомиопатии бывают нескольких видов. Поэтому мы с вами, вот видите, у нас с вами практически так называемый Е-пациент. Он хочет получить услугу, он хочет получить диагноз через интернет. Это неправильно. Кардиомиопатиями занимается кардиолог. И здесь, пожалуйста... Но это не обязательно, ведь у него такой диагноз. Может быть, у кого-то из близких и человек тревожится, переживает, насколько это серьезное состояние. Это, может быть, я так понимаю, что состояние разной степени серьезности, так? Это разные виды бывают кардиомиопатии. Есть очень серьезные кардиомиопатии. Это и дилетационные, и гипертрофические кардиомиопатии. Это очень серьезное заболевание. То есть это какое-то нарушение в строении сердца, да? Да. Врожденное, как правило? Вы знаете, здесь мы с вами будем заниматься просто популизмом. В каждой ситуации свое. Бывает и приобретенное. Но если диагноз установлен, то он уже что-то значит. Это, опять же, повод обратиться к врачу. Какие услуги диагностирования предоставляет областной кардиодиспансер? Какую диагностику можно пройти? Мы занимаемся в полном объеме всеми диагностическими методами, которые прописаны в протоколах диагностики и лечения. Начиная от банальной кардиограммы и заканчивая коронарографией. Делается ли в области пересадка сердца? Нет. Занимается пересадкой сердца РНПЦ кардиология. Это единственное учреждение в республике, которое этим занимается. Ольга Евгеньевна, а приходилось ли вам отправлять своих пациентов в Минск? Да. Ежегодно растет число таких пациентов. И они потом наблюдаются, эти пациенты, и в кардиоцентре, и в РНПЦ кардиология, и по месту жительства. Какие у вас планы по дальнейшему развитию центра? Каким вы его видите в ближайшем времени? Если говорим о хирургических методах лечения, это, конечно, развитие мини-инвазива, это развитие хирургических методов лечения аритмий. Вот так движется, во всяком случае, кардиологическая служба Гомельской области и Республики. С кем вы сотрудничаете? В основном, это, конечно, наш республиканский центр кардиологии, но учимся и дистанционно в Европе, Россия. Кардиологи вообще очень любознательны. Да, я знаю, что часто и к вам приезжают тоже, и мастер-классы проводят, участвуют в операциях. Да, да, да. Из Италии были у вас специалисты? Из Италии, и Германии, и Польша, ну и, повторюсь, Россия, не только конференции, но действительно проводят мастер-классы, мы их выводим на общий экран, и врачи видят возможности современной медицины. Да, возможности на самом деле колоссальные. Конечно, очень бы хотелось ситуацию до оперативного вмешательства не доводить, чтобы каким-то образом вот этот вот первоначальный этап, вот на нем все решать, чтобы можно было не запускать так свое состояние, чтобы его уже нужно было потом так решать. Скажите, пожалуйста, вот подытоживая все, что сегодня мы с вами обсуждали, есть правило, как не стать пациентом кардиохирурга? Давайте вернемся в начало нашей передачи и вспомним это пресловутое слово «диспансеризация». Это мероприятие предназначено лишь для того, чтобы, во-первых, на уровне факторов риска еще увидеть проблему, либо на начальных этапах заболевания увидеть проблему и своевременно назначить терапию, вести этого пациента. Ну, это первое, то есть раннее выявление еще на уровне факторов риска. Второе, это постоянное, регулярное и качественное лечение медикаментозное. Не забывая про не медикаментозные методы лечения, мы с вами уже говорили, это и диетотерапия, это и адекватные физические нагрузки, это, конечно, и попытаться избежать психоэмоционального стресса. То есть все в комплексе. Одним словом, тогда, когда человек будет заботиться о себе, то и кардиохирург ему не понадобится. Спасибо большое. Спасибо вам. Главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Лях сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Будьте, пожалуйста, здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова